Из этого карьера раньше добывали глину, потом он подлежал рекультивации. Все было хорошо, пока жители не заметили, что осенью 2017-го неизвестные машины свозят сюда какие-то отходы. Как выяснилось, когда природные ископаемые закончились, лицензия на разработку была аннулирована, деятельность прекращена. Земельный участок был неоднократно продан. В итоге владелец задумал сделать здесь полигон для складирования отходов. Проводились работы по организации размещения на данном карьере отходов от биологических очистных сооружений. На тот момент мы эту деятельность предостерегли, прекратили. Отходы от биологических очистных сооружений, от сточных вод здесь не размещаются. Прошло два года и жители села Высокое снова заметили машины, приезжающие в карьер. Трактора и машины. А большие, маленькие? Ну и я видела трактор, и вот такие машины средние. Приехав в этот раз представители природоохранной прокуратуры, у карьеру увидели технику и сторожа. Попытки выяснить, как его зовут и на какую организацию он работает, ни к чему не привели. Я с вами разговариваю, кто здесь деятельность осуществляет, на каком основании. Я вам вопросы задаю. Ну это вот к руководству. Вы физическое лицо, к какому руководству? Поэтому я и пытаюсь выяснить, что за организация здесь деятельность осуществляет. Ну это я вам не могу. Я не руководитель. Я вот у меня вот вагончик. Для того, чтобы понять, какие отходы находятся в карьере, пришлось спускаться вниз по вязкой глине и снегу. Размещены отходы, преимущественно производственные отходы, также бытовые отходы, несортированные от жилищ, крупногабаритные отходы. Имеются фрагменты и пищевых отходов, ну то есть различные отходы, происхождение и класс опасности, которых, конечно, предстоит выяснить, устанавливать лабораторным способом. Предположительно, отходы размещены незаконно, но в любом случае, да, в таком виде и те отходы, которые мы видели. Кроме того, будет проводиться проверка, кто и на каком основании складирует здесь эти отходы, исходя из ее результатов. К нарушителям и будут применяться санкции.